Путин убивает украинцев за деньги российских налогоплательщиков Расходы бюджета Российской Федерации по статье «Национальная оборона», которая на самом деле на падение, в этом году перевысили 3,5 триллиона рублей Это почти четверть годового бюджета страны И немалую их часть Путин просто пускает на ветер Например, в один из дней Россия выпустила в сторону Украины 70 ракет одновременно И опозорилась на весь мир Мы на самом деле не увидели всех этих 70 ракет Потому что часть из них не долетела, часть из них была сбита Из семи десятков ракет долетели до места назначения всего 8 Только часть из них, небольшая, попала в некоторые областные центры По некоторым базам ГСМ При этом Генштаб Путина, конечно же, не говорит своему народу Во сколько же обошелся, например, этот провальный запуск А сумма просто-таки невероятная Почти полмиллиарда долларов Такая цена лишь одного эпизода этой войны Они попадают в цель в расстоянии 100 на 100 квадрат Это уже не высокоточное оружие Откуда такая цифра? Считаем с экспертом Сергеем Бондарчуком Он руководитель украинской компании «Укрспецэкспорт» Торговал оружием по всему миру и хорошо знает цену В том числе ракет Более дорогие вещи, такие как кинжал и калибр Это ракеты, которые стоят 5-6-7 миллионов долларов одна Поэтому можете себе представить, что если был зал по 70 ракет Стоимость тех 70 запущенных ракет около 350 миллионов долларов Плюс еще 160 миллионов – это доставка к месту запуска И почти все эти деньги потратили впустую Где-то 300 миллионов долларов Российская Федерация выпустила в воздух За этот месяц Россия выпустила по Украине более 1200 ракет Среди них русская гордость – баллистическая ракета «Искандер» Если мы говорим об оперативно-тактических, то это «Искандеры» Пуск одной ракеты стоит приблизительно 2 миллиона долларов Также Россия использует крылатые ракеты «Калибр» Ракеты «Калибр» в свое время продавались за 6,5 миллионов долларов Их можно управлять в процессе полета Средняя стоимость ракеты – 4,5 миллионов долларов Если умножить эту сумму на количество залпов по Украине Получим, внимание, 5 миллиардов 400 миллионов долларов Именно столько денег Россия уже потратила на ракеты Для полномасштабной войны с Украиной Все они были сделаны за деньги налогоплательщиков То есть за средства россиян И это все имеет экономическую составляющую Для сравнения, за этот год на образование Россия планировала потратить всего миллиард долларов Это в 5 раз меньше, чем Путин за последний месяц спустил на ракеты по Украине При этом важно отметить По оценкам экспертов, процентов 20 ракет вообще не долетает до целей Из-за их неисправности Как же так получилось, что хваленое русское оружие Которое стоит миллиарды долларов Просто не работает Главный приоритет Российской Федерации Всегда был коррупционной составляющей И вопрос был не столько, сколько вложить оружие А сколько нужно оттуда украсть Из этого якобы оружия Эксперты убеждены, что многие русские ракеты Имеют значительные дефекты Ведь средства, которые расходовались Из государственного бюджета на их производство и хранение Просто разворованы российскими чиновниками На ремонт и модернизацию ракетных комплексов Было отправлено 1 миллиард рублей Из которых 650 миллионов рублей было украдено То есть вот можете себе представить уровень коррупции И уровень подготовки на самом-то деле Вооруженных сил российского федерации Более того, за месяц Россия использовала Уже около 40% своего ракетного запаса Им нужно будет иметь определенное количество ракет Для того, чтобы отбивать или нападать Ну максимум, я думаю, что у них на месяца полтора С такими темпами очень скоро Россия столкнется С еще одной проблемой Банальной нехваткой боеприпасов И, наконец, Путину просто нечем будет бомбить Мирные города нашей страны Неготовность УПК Российской Федерации Производить современное вооружение в замкнутом цикле Несостоятельность Российской Федерации Проводить масштабные боевые действия С использованием боекомплекта, который у них есть Нехватка современного военного вооружения Из-за наложенных международным сообществом санкций Производство новых ракетных комплексов и ракет Уже просто невозможно Открывает военную тайну Кремля наш эксперт Мы должны понимать, что они не могут воспроизводить ракеты Что очень важно Так как в производстве этих ракет Используются комплектующие других стран Таких, как, например, микросхема из Тайваня В связи с тем, что сейчас стоят санкции То Тайвань не будет им поставлять ничего Так что, как бы российская пропаганда Не убеждала своих граждан в мощи армии Российской Федерации В реальности полномасштабную войну с Украиной Путин долго вести не сможет Нечем С каждой недели все больше и больше Проблематично вообще применять это вооружение Важно, что ракеты закончатся, как заканчиваются и вообще деньги в России Уже в ближайшее время россияне окажутся у разбитого корыта И все из-за людоедских амбиций одного, кажется, нездорового человека Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова